Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это Ваша инициатива, к чему, не ради, галочки, собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим, показав всем миру, что Россия плюс Центральная Азия, что у нас есть проблема, а действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже вовы. Одни разговоры, одни информации, получение информации, выкачивание информации, показуха, никакого эффекта. Америка плюс Центральная Азия, Южная Корея плюс Центральная Азия, Япония плюс Центральная Азия, скоро, наверное, Пакистан тоже в Центральной Азии, Индия в Центральной Азии. Кто остался еще в Японии? Что нам не хватает, что-то не хватает, что-то здесь мы не срабатываем, как это было, главная причина развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями исламы. Я был свидетелем, как развалится. Я участвовал в этом зале съезда, как развалится Советский Союз. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания не было. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку, развитие. Ведь сейчас люди куда идут? Мы вчера назвали 2 миллиона. Это не про... Я хотел, ну, сегодня хочу сказать, не 2 миллиона. Это 2 больше миллиона наших граждан, которые вылетают в Россию, не только на заработку. Заработка не больше 600 тысяч. Через вас вылетают другие страны. И вот посмотрим, в следующем году уменьшится на 50 процентов. Потому что дорога закрыта. Вылетать не могут. И потом обучаются, лечатся. Ну, традиционно, притягивая, дали же, жили в одной стране. Они идут куда? Ни в Иран, ни в Пакистан, ни в Саудовской Аравии. Там ничего делать не нас никто не ждет. Идут в Россию. 30 лет нас свидетелем. Вот зампромер сидит, пускай не обижается. Я же говорю, я не это самое. С неба не провалился. Я свидетелем. Проводим бизнес-форумы. Где? Мои коллеги не обижаются. В Астале, Ташкете. Как это было про Бургуссовское место. Киеве. Белоруссии, Минск. Минск, Киев, Алматы, Ташкент. Остальные республики, как были и отцены. Давай молоко, давай хлопок, давай это, давай, да это, да это. Никакой инфраструктуры нет. Таджик-шитап был разделен на три части. Полгода север не мог дорогу посещать. Вадахшан полгода там закрыт. Дорогу не было. Сейчас, почему? На какой-то несчастный бизнес-форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение министра иностранных дел, выходи. Но мы ждем. Я с вами даже говорил. Выходи на Веричука, на другие, чтобы хотя бы на уровне министра присутствовало. Нет, на уровне замминистра. Вот Таджикистан заслуживает сам. Стратегический партнер. А что, мы что, мы так поступаем? У нас обучается 2,5 миллиона школьников русскому, а сам и так, учебники не хватает, учебники. 30 лет об этом мы говорим, не хватает до сих пор. Учебники не хватает. У нас обязательно изучают русского языка с детского сада. Что там мы делаем? Военные базы есть. Полигоны так как были, так и остались. Все. У нас спасибо, вы меня извините, 30 тысяч, сейчас мы не будем назвать их беженцами, или перемещенные русскоязычные, вернулись к нам. Они передают по всему миру уже. Вот это не мигранты, там трудовые отцамы. Смотрите, вот мы в Таджикистане так, 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 показывая по всему миру, и передают из Таджикистана реальную информацию. Ну, из нас делали так, что мы страны, которые, не знаю, не знаю, да, мы малые народы. Нас не 100 миллионов, не 200 миллионов, но у нас есть история, культура, мы любим. Мы хотим, чтобы вы нас уважали. Ничего не надо. Уважали? Мы не нищие. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки. Что есть углеводородное сырье, нефть и газ интересуют их. Нефть и газ. Давайте, где нефть и газ, там. А почему? Городородные промышленности. Святой металлургии. Так? Драгоценные металлы. Драгоценные камни. И очень много-много. И даже стратегическое сырье. Стратегическое сырье для военных, которые нет в мире. Я вам рассказывал, когда вы были у меня. По запасам, так же, Кейсан занимает первое место. Никого не интересует. Ну, давайте. Вот мы собрались. Давайте создадим условия. Где? Где что-то мы нарушили. Где-то мы с кем не так поздоровались. Ну, здороваться будем. Но мы никогда не нарушали. Как бы всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Ну, хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы вы наравне с африканскими странами, с другими странами. А что, мы какие-то чужезельцы или какие-то отцаны, что ли? Ну, давайте. И вкладывать много денег не надо вкладывать. Вот в наших странах. Да, надо вкладывать. Надо вкладывать. Миллиарды, 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 которые можно... Это как бы за короткий срок окупается. Во всех сферах. Ведь наши трудоемыграды к вам, выезжают к вам. Они работают. А так просто не зарабатывают. Они работают же.